В Новый год с новым бюджетом. Депутаты законодательного собрания раньше обычного рассмотрели главный финансовый документ региона. Обсуждение структуры доходов и расходов краевой казны стало центральным вопросом повестки дня ноябрьского пленарного заседания. За работой народных избранников следил Олег Романов. Главный итог работы парламентской осенней сессии – это принятый региональный бюджет на 2018 год и на ближайшую трехлетку. Доходы в предстоящем году составят 112 миллиардов 365 миллионов рублей, расходы – 121 миллиард 607 миллионов. Исполнительная и законодательная власти провели большую совместную работу, которая позволила запланировать решение долгосрочных социально-экономических задач – масштабное строительство инфраструктурных объектов на территории всего Прикамья. Это дает возможность в самое ближайшее время принять муниципальные бюджеты и объявить конкурсные процедуры. И в январе, в декабре провести все мероприятия подготовительные и весной уже приступить к выполнению конкурсов и работ, связанных с строительством инфраструктуры, социальной, это строительство детских садов, школ, ну и, конечно, строительство дорог. И я думаю, что мы именно в таком формате и будем работать дальше. Достаточно жесткие условия для регионов теперь диктует Федерация. Но прикамские власти постарались сверстать бюджет так, чтобы все госпрограммы выполнить вовремя и в полном объеме. Месяц, который мы сейчас даем правительству на подготовку всех подзаконных актов и подготовку бюджетной росписи, этот период поможет подготовить нормативную базу для того, чтобы с 1 января бюджет начал осваиваться. Да, мы увеличили свой дефицит, да, возможно, нам придется больше взять кредитных ресурсов в оперативное управление, но я думаю, что жители Пермского края, пермяки не пострадают от этих изменений, потому что основная задача, еще раз повторяю, перед правительством – освоить этот бюджет. Большое внимание уделили системе поддержки семьи и детства, отметил спикер ЗАГС Собрания. Новая команда губернатора сделала поворот в сторону адресной помощи семьям, особенно многодетным и малым имущим. В бюджете на 2018 год увеличили объем средств на школьное питание на 222 миллиона рублей. Увеличили и расходы на содержание дошкольных учреждений и школ в связи с ростом численности детей на полтора миллиарда рублей. В трехлетнем бюджете запланировано строительство 12 детских садов, это в 11 территориях и муниципалитетах Пермского края, и запланировано на три года строительство более 15 школ. Это позволит на более качественном уровне вести образовательный процесс, это очень важно, и в целом такая как бы прорывная задача, которая раньше не решалась, а сейчас она позволит заложить фундамент для ускоренного развития Пермского края. Также на прошедшей пленарке депутаты рассмотрели вопрос о назначении уполномоченного правом ребенка. На посту детского омбудсмена будет теперь трудиться общественный деятель Светлана Денисова. Олег Романов, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей.